Добрый день! В эфире Рявунг ТВ. У нас в гостях политолог, международник, бывший эксперт аналитического центра Орбели Андрианик Ованесен. Добрый день, Андрианик! Спасибо, что вышел с нами на связь. Андрианик, ты временно проживаешь в Казахстане и интересно узнать, какова сейчас обстановка в Казахстане? Добрый день! Благодарю за возможность выступить с интервью и представить ту ситуацию, которая сейчас происходит в Казахстане. Наши общественности, армянское общество, как вы уже правильно отметили, я в рейтинге нахожусь в Казахстане. В результате антигосударственных и непроводных мер, которые были в отношении меня, реализованы в 2019 году. Незаконно закрыт мне приезд в Казахстане. И в результате этого я в рейтинге нахожусь в Казахстане, который сейчас представит ту ситуацию, которая здесь происходит. На самом деле, на данный момент ситуация постепенно стабилизируется. Те спички, те противостояния, которые происходили примерно в течение недели, в начале января, они уже нормализовались, то есть этих спичек уже нет. Основная часть этих противостояний происходила на юге Казахстана, в частности во второй столице Республики Казахстан по своей значимости, в городе Алматы, одном из крупнейших городов Казахстана. И здесь нужно понимать, что изначально само протестное движение, то есть в Казахстане накопилось много социально-экономических вопросов, которые вынудили часть людей выступить с протестом и выдвинуть свои условия. То же самое произошло, например, в январе, в начале, когда цены на газ просто взлетели почти два раза почти по всей территории Казахстана. И, естественно, это стало причиной, поводом для того, чтобы часть людей выступала с требованиями конкретными. И стоит отметить, что эти требования были услышаны властями Казахстана, и цена на газ была остановлена, то есть заморожена, а потом и снижена до 70 тенге. Не сейчас мы должны понимать, что это протестное движение, которое изначально родилось как социально-экономическое движение, оно было расплачено ряд внутренних и внешних сил, которые заинтересованы в том, чтобы в Казахстане была дестабилизация ситуации, заинтересованы в том, чтобы в Казахстане был хаос, потому что они преследуют свои какие-то маргинальные цели, но сейчас они не смогли добиться этих целей, сейчас ситуация уже нормализуется, и власть смогли взять под свой контроль всю ситуацию во всей территории Казахстана. То есть изначально это был социальный протест, но вот ваш президент, ну не ваш, а президент Казахстана говорил, что террористические группы захватили Казахстан. Ты согласен с этой позицией? Естественно, изначально это был социальный протест, и требования были справедливы, как я уже отметил. Они были услышаны, и они были реализованы властями. То есть власти пошли навстречу людям, тем людям, которые требовали снизить цену за газ, они снизили и более того, они отправили в отставку правительству Казахстана, в котором также были недовольны ряд людей в Казахстане, потому что та же борьба, например, с коронавирусом, она вызывала определенные вопросы. И многие другие сферы в Казахстане, в тех сферах, в которых работала предыдущая правительство, она вызывала вопросы. Но после этого мы видим, что протестную волну попытались взять под свой контроль люди, называющие себя оппозицией. Но когда мы присматриваемся за их деятельностью и даже за местоположением этих людей, мы выясняем, что они даже не проживают в Казахстане. То есть те люди, которые называются оппозиционерами, они проживают на Западе и не желают приезжать в Казахстан, не пожелают дальше обозревать это протестное движение. То есть они из вне Казахстана направляли людей, подталкивали их к провокационным действиям, подталкивали их к незаконным действиям, которые привели бы к нарушению Конституционного построения в Казахстане. И была попытка захвата государства, то есть государственного переворота проведения. Что касается террористов, здесь стоит отметить, что было множество людей, которые имеют криминальное прошлое, которые пришли участвовать на этих протестах, акциях с целью молодежи, то есть у них были свои какие-то личные цели. И были также экстремисты. Это не таково не секрет, что в Казахстане с 91-го года, то есть с момента получения независимости, ряд внешних сил, в том числе Турция, в том числе арабские государства, они финансировали здесь экстремистские какие-то движения, создавали ячейки. И эти ячейки, они существовали, несмотря на то, что государства, казахстанские власти были с ними в борьбу. И сегодня мы увидели также деятельность этих ячейок, была информация о том, что даже двум казахстанских солдатам отрезали голову, и что это, если не проявление экстремизма. То есть можно сказать, что вот это вот движение, оно протест, оно было подхвачено внешними силами, которые имели ячейки, а не то, что оно как-то вот внешними силами было спровоцировано протест. Нет, это будет неправильно, если мы скажем, что само вот это движение изначально было спровоцировано внешними силами, было спровоцировано какими-то заинтересованными внутренними силами. Нет, это будет неправильно, потому что изначально само протестное движение, оно было справедливым. То есть это был социальный пункт. Люди вышли на улицу, потому что они не хотели соглашаться с тем, что по непонятным причинам почему-то ряд людей, бизнесменов, решили, что цена на газ может вырасти в два раза в стране, которая является мировым лидером подопочек газа. То есть такое невозможно, возможно, это была провокация со стороны именно тех людей, которые подняли цену на газ, а возможно, это было действие, которое было направлено на то, что люди будут праздновать, будут находиться вот эти поздно в праздниках и в связи с того, что погода условия также не позволяет ходить на газ, потому что никто не выйдет на улицу. И сами просто друг подняли эти цели. Возможно, они так умыли, исходя из своих личных целей. Но, тем не менее, стоит отметить, что социальный пункт, он был справедливым. И по факту, протестующие дали свои цели, свои требования, и власти пошли им на встречу. Но в дальнейшем, как я уже отметил, это движение было подпачено теми силами, в том числе внутренними и внешними, которые были заинтересованы именно в хаосе внутри этих постанов. Для подавления этого бунта впервые были задействованы силы ОДКБ, которые были введены миротворцы в Казахстан. Как внутри Казахстана люди отреагировали на то, что извне будут введены миротворцы? Введение миротворческого контекента ОДКБ в Казахстан было не нарушением внутренних законов, и также не было нарушением международных обязанностей Казахстана. Потому что Казахстан является полноправным членом ОДКБ, и, соответственно, с уставом ОДКБ теперь полное право реализовать такую статью. В данном случае была реализована статья 4, если я не откупаюсь, Казахстан попросил помощи у своих партнеров, союзников ОДКБ, потому что внутри страны ситуация достигла уже той отметки, что была попытка для проведения государственного переворота со стороны криминальных экстремистских элементов. И мы понимаем, чего бы это стоило для не только Центральной Азии, но и не только для Казахстана, но и всей Центральной Азии, а также России и Китая, если бы в власти Казахстана у с атаки государственного переворота пришли бы криминальные экстремистские элементы. Естественно, руководство своими предыдущими обязательствами Казахстанской власти, реализуя четвертую статью устава ОДКБ, попросили помощи своих союзников. Союзники прибыли в составе, по-моему, двух-трех тысяч человек и в полной мере свои обязанности реализовали в Казахстане. Я хочу отметить, что миротворческий континент ОДКБ не занимался подоптением пункта. Таких обязательств и обязанностей перед миротворцами не стояло. Главной задачей, целью для миротворцев было обеспечить безопасность стратегических объектов в Казахстане. И свои обязательства они реализовали в полной мере. И, как вам известно, с сегодняшнего дня начался процесс вывода миротворческого контингента из Казахстана, который продлится примерно 10 дней. Если мы говорим о настроении в обществе, то я могу отметить по своим наблюдениям, что в целом простые и добрые граждане неположительно отнеслись к тому, что миротворческий контингент прибыл в Казахстан и помог властям Казахстана подавить сопротивление этих криминально-экстремистских элементов, подавить тот хаос, который, беспредел, который творился во второй столице, в крупнейшем городе Казахстана, в Алматы. И сегодня они благодарны, естественно, за то, что мир, спокойствие и безопасность вновь вернулся к Казахстану. Также в связи с этими событиями говорят о противоречиях, которые были между нынешним президентом Такаевым и бывшим президентом Назарбаевым. В чем они состояли, эти противоречия? Очень много мнений звучит по этому поводу и разные противоречивые порой мнения звучат со стороны экспертов, аналитиков. Здесь стоит отметить, что каких-то фундаментальных противоречий между нынешними властями Казахстана и предыдущими властями Казахстана, во-первых, президента Насултана Назарбаева, нет. Их быть не может, потому что цели у обоих лидеров одни. Это обеспечить безопасность Казахстана, безопасность всех зрителей Казахстана. Это создание атмосферы уважения и толерантности внутри казахстанского общества, что мы увидели, кстати говоря, на фоне вот этих событий, которые происходили в Казахстане. То есть не было ни одного случая, когда мы бы стали очевидцами каких-то межрациональных столкновений. И поэтому я считаю, что фундаментальных противоречий нет. Но возможно, есть какие-то политические противоречия. Но думаю, что они не достигнутой ответки, чтобы началась эта междуусобная война внутри Казахстана. Я постоянно поддерживаю по мере возможности связь с лидерами, с представителями общинных организаций Казахстана по всей территории Казахстана. У нас в настоящий момент 15-16 общинных центров по всей территории Казахстана. И насколько мне известно, жертв и пострадавших среди армянской общины по результатам этих событий нет на текущий момент. Были попытки нападения на имущество, которое принадлежало представителям армянской общины. Но здесь оно не было целенаправленно. Это не было попытка какой-то армян-генавистической или армянофобской политики в отношении именно армян. Потому что пострадали все граждане Казахстана, невзирая на их этноливидиозное происхождение. И протестующие, а точнее не протестующие, а криминально-экстремистские элементы и мародеры, они не смотрели на то, кому поднадлежит конкретный объект. Их целью было напасть, расслушать, уничтожить, ограбить, что они предваряли в жизнь, особенно в Алматы. Насколько мне известно, по официальным данным, ущерб очень колоссальный на нем был нанесен именно в Алматы. Порядка 200 миллионов долларов ущерб нанесен именно в Алматы. А по всей территории Казахстана примерно 200 миллионов долларов по официальным подсчетам. А по всей территории Казахстана эта цифра вормирует между 210 и 215 миллионами. Говоря о внешних силах, которые подхватили это движение и уже имели свои цели, переворот, революция. Какие это были силы? Ты сказал, что Турция, Запад. И какие цели они преследовали? Можешь более конкретно сказать? На текущий момент тяжело назвать конкретную силу, которая занималась попыткой проведения государственного переворота. Потому что складывается ощущение, что все силы, которые имеют то или иное влияние в Казахстане, они попытались получить свои какие-то выгоды. И в этом были заинтересованы практически все деньги, внешние секреты, заканчивая инструкцией, реаборации государства в числе. И эти силы пытались в этом хаосе добиться максимальных каких-то выгод именно для себя, именно для своих каких-то национальных интересов. Но то, что ты отметишь, то руководство Казахстана, оно предприняло смех, так чтобы максимально подавить мир, путями это движение, и не допустить хаоса внутри страны, и не допустить того, чтобы страну, где все эти силы пытались разделить на сферу своего влияния. И вот в связи с тем, что силы ОДКБ были введены, и они показали на практике свой потенциал, можем ли мы говорить вообще о том, что изменилась роль ОДКБ, ее имидж? Потому что, знаешь, очень много было критики в связи с ситуацией в Армении, в Карабахе, о бездействии, о том, что это лишь формальная организация. Как на твой взгляд? Я думаю, что, естественно, события в Казахстане и привлечения к этим событиям неотворческого контингента ОДКБ, они доказали эффективность данной организации, несмотря на ту критику, на ту попытку нанести ущерб имиджу данной организации, которая делась в протяжении десятилетий внешними силами, в том числе западными силами, и прямо финансировалась со стороны западных государств, в том числе Соединенных Штатов, для того, чтобы нанести ущерб, максимальный ущерб имиджу ОДКБ на постсовестных пространствах, на пространстве СНГ. На данный момент можем отметить, что миротворческий контингент в полной мере реализовал ту цель и те задачи, которые были поставлены перед миротворцами. И что касается Армении, здесь, естественно, мы прекрасно понимаем те эмоции, которые исходят от наших рядовых граждан, наших соотечественников, но главная проблема находится в том, что нынешние власти Армении, режим Никола Пашняна, попросту в официальной форме не обращается ОДКБ для того, чтобы получить помощь. И об этом было неоднократно сказано со стороны руководства ОДКБ, а также со стороны Москвы, чтобы понять в два раза официального опрошения. Что мешает нынешним властям ОДКБ? И так же, как это сделало, как официально обратиться, чтобы получить ответ, не скроют докладки и домыслы о том, что помогут или не помогут. Я думаю, что эти причины кроются именно в нынешнем тех людях, представляя, как так сказать, а не о том, что есть какие-то обороны. И еще вопрос. Знаем, что претензии Турции в последнее время очень большие аппетиты. Она хочет восстановить свое влияние, как минимум, на всю Центральную Азию, на все тюркские государства. И, в принципе, Турция тоже была заинтересована во внешних игроках, ты называешь Турцию, которые вмешались во все эти процессы. Можем ли сказать, что после подавления вот этого бунта в Казахстане Турция где-то ослабила свои позиции и также ОДКБ этому тоже поспособствовало? Что, в принципе, можем рассчитывать, что в международной политике где-то это поспособствовало ослаблению позиций Турции в целом? Если мы с исторической точки зрения подходим к этому вопросу, то нужно ответить, что исторически единого вот этого тюркского, как и раз, или тюркского государства, которое начиналось вот от Азиатического моря и заканчивалось вот этим океаном, о котором говорят, истабленные, да, в Курецке, о создании так называемого великого дура, там его никогда не существовало. И противоречия между Турциями они всегда были. И уже после того, как образовала Осмарская империя, как в Центральной Азии были свои бунтки и верстатуры, эти противоречия они были всегда. И, кстати говоря, сход в предках современных тюрок и азербайджанцев и Центральной Азии объясняется именно тем, что были очень жесткие противоречия, которые вынудили часть вот этих тюрок, да, от густов, в частности, мигрировать из Центральной Азии в Армянская Анатория, Иранская Анатория и Малую Азию, и там создавательные государства. То есть исторически были противоречия, и эти противоречия никуда не исчезли. И даже в языковом плане есть большие различия, несмотря на то, что турецкий власть реально говорит о единстве тюрок. Этого единства нет. И поэтому здесь, в этом плане, не ураг, не ураг, потому что создание такого мощного государства требует колоссальных ресурсов, которых нет в Турции, как государство, которое пытается быть лидером этого тюркского мира. Это требует экономических ресурсов, это требует политических, военных ресурсов. И строить государство только на общности, на языковом общности, ну, это приватная неудача. И примеров тому множество, с исторических точек зрения, если рассматриваем другие проекты. Поэтому здесь, я думаю, что, да, естественно, ущерб он был навесен, интерес от Турции в Центральной Азии. Но говорить о том, что полностью турецкий фактор был вытеснут из Казахстана. Естественно, это будет не объективно. Турецкий фактор был сохраняется в Казахстане. И я думаю, что этот фактор будет также увеличиваться. Андрей Ник, большое спасибо тебе за интересное интервью. Субтитры подогнал «Симон»!